Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за ПСЖ. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплей на ютубе, буду рада всех там увидеть. Ну что же, давайте посмотрим, какие у нас сегодня матчи планируется сыграть в декабре. Во-первых, начнем с Ниццы, потом играем против Ленца в чемпионате, выездная игра против Лейпцига в Лиге Чемпионов, домашняя с Монако и выездная против Лориена. Ну что же, с Ницей, с Лейпцигом и с Монако я буду играть первыми составами, против Ленца и Лориента сыграю вторым, так что у нас сегодня 5 матчей в выпуске, ну и давайте на пресс-конференцию сходим. Итак, начало сезона для вас было не самым удачным, замечательно, мы все победы делаем, думают, что у нас что-то с ситуацией, у нас самая лучшая ситуация во всех карьерах. Так, у нас вот 15 матчей, мы ни разу не проигрывали, мы в прекрасной форме. Так, мы провели тяжелый матч против Сан-Тиена и теперь у нас игра с Ницей. Все мои игроки важны, ответим так. Ну что же, вот наш первый состав, именно таким мы выйдем против Ниццы, тем более они идут сейчас на 4-й строчке, Парк Де Пренц, поехали. Ну что же, 16-й тур, мы встречаемся против Ниццы, они неплохо сейчас выступают, идут на 4-м месте, поэтому лично для меня это соперник более-менее интересный в рамках чемпионата Франции, поехали. Интересно, Келлен Баппе, хорошо, Верати и вот так вот через Неймара, ну и Неймар, 1-0. 13-я минута, Неймар выводит нас вперед в этой встрече. Лотомба с мячом, и это пенальти, серьезно, да? Рамос сфалил, и в итоге пенальти. Так, мячу подходит Де Лорд, нет, но он переиграл сейчас Доноруму, и в итоге Ницца сравнивает счет, тот на Вейналдума и тот сразу же на Мбаппе, ну все, здесь надо убегать и забивать обязательно. И отлично, вы посмотрите, как эту голевую передачу сейчас отдал Келлен Баппе на Вейналдума, просто супер, аккуратненько ножкой убрал от защитника Ниццы. И счет у нас снова в нашу пользу. Вот этот момент, так, раз, и пас, и сразу же в одно касание. И пас шикарный на Верати, и Марко Верати, счет 3-1, 88-я минута, ну все. Ницца вряд ли уже сможет за вот эти вот 2-3 минуты догнать ПСЖ. И все, финальный свисток, уверенная домашняя победа над Ниццей, но все-таки вопросы-то у меня возникают, пропущенные мячи есть, в этом матче оказался пропущенный гол с пенальти, поэтому это вопрос уже больше к Рамасу, который сфалил, но победа есть победа. Итак, Ницца наиграла на 1 гол, как раз с пенальти вот у них это и получилось забить, мы наиграли на 6 мячей, но здесь у нас реализация просто нас подвела по ходу этого матча. Ну что же, по XG, ой, по XG говорю, по оценке, лучший игрок матча это Неймар, он забил первый гол, вывел нас вперед, но вот Мбаппе, кстати, отдал 2 голевые передачи, тоже хороший матч показал, Верати гол плюс пас, ну и Виналдум один забитый мяч. Донорума, оценка 6,4, ниже всех в команде. Ну что же, у нас пресс-конференция, посвященная вызной игре против Ленца. Итак, опять не самый удачный начало сезона у нас, не пойму, почему одни и те же вопросы. 16-ти матча у нас победа, вот эта вот победная серия. Так, ну и в 2 мяча мы победили, команда хорошо играла, ну именно предыдущий матч против Ниццы. Ну что же, вот таким составом мы выходим против Ленца, у нас вроде у всех по плюсикам, тот же Икарди смотрим, Ди Мария, Кимпимбе, Диало, кстати, Диало единственное, какой вообще максимальный вот этот плюс, тонус вот этот может быть, потому что я думал плюс 5, в итоге у Диало сейчас плюс 6, поэтому надеюсь, что у меня команда сейчас просто разнесет в пух и прах Ленц. Поехали. Ну что же, 17-й тур, Ленц против ПСЖ, но Давид против Голиафа, больше я ничего не могу сказать по поводу этого матча. Так, Ганаго, хорошая, кстати, передача, Сатока, это выход 1 на 1 и Давид против Голиафа, я сказал, перед матчем. Конечно, вот так вот у нас сразу же провалилась оборона, я не понимаю, почему в таких матчах, вот серьезно, да и просто у ПСЖ проблемы. Рафиня, неплохо, через Ди Марию и вперед, просто вперед. Улетает сейчас у нас Мауру Икарди, вижу Рахима Стерлинга, можно отдавать на него и тут все. Это абсолютно вот такой же обидный гол, как и мы пропустили, Стерлинг, забираем мяч и на центр. И вот неплохо Ди Марию через Икарди, 2-1, быстро у нас с дуплетом получилось выйти еще и вперед, супер. Стерлинг с мячом, тоже он не забивал и Икарди все-таки забил еще и в пустые, вот так получилось. В итоге 3-1, перед самым перерывом мы увеличиваем наши преимущества до двух мячей. Хорошая передача на Икарди, но не знаю, был ли там он в офсайде или нет. И мы пробьем, и скорее всего это хэт-трик, да? 4-1 счет, Икарди забивает сегодня хэт-трик, я думал все-таки на грани офсайда он отыграл. И сразу же на Ди Марию. Ну Анхель, ты уже поопытнее, так сказать, и забивает тоже. 5-1, у нас Ди Мария очень редко, конечно, забивает, но вот оно его празднование. Это нет, это у него во время бега, наверное, показывало сердечко. Ну и забивает. Не знаю, правда, какой уже гол на его счету. Не знаю, сейчас свое получится. Нет, не получится нам посмотреть, к сожалению. Рафинья. И какой удар, и какой гол, как сейчас, но это чисто ошибка Наваса, мне кажется. Матницы не пропускали два мяча, один всего лишь. Икарди. И покер. Ну вот Мауро Икарди снова забивает и снова делает преимущество в 4 мяча. 6-2 счет. Стерлинг на подаче. Данила Перрера еще забивает с углового вот так вот. Вколошматил, так вколошматил. В итоге 7-2. Пассажир переигрывает Ленц на выезде. И все, финальный звездок. Плюс 5 мячей мы сегодня сыграли, хоть и пропустили, но вот действительно, говорю, проблемы в обороне есть. Мы и первые пропустили, и потом еще обидный дальний гол пропустили. Так что два мяча пропускать от такой команды, как Ленц, мне кажется, это недопустимо. Ну что же, по XG. Ленц вот наиграл на один мяч, но забили как-то два. Мы наиграли на 6, но тоже вот забили 7. Так, ну и по XG, опять же по XG говорю, по эффективности игрока. Икарди стал игроком матча. У него 4 гола, 2 голевые передачи. Получаствовал он в 6 голах. Стерлинг 1 гол, 3 голевые передачи. Димария гол для себя дебютно забил в Ли-1 сегодня. И отдал 2 голевые передачи. Ну и Перерра тоже 1 гол подсуглового. Диало получил самую низкую оценку 6-4 у нас в команде. Итак, Стерлинг признан игроком месяца в ноябре в Лиге-1. Сейчас это нам в новостях показали. Вот. Так, что у нас по игрокам? Хакимиев, я в хорошей форме, да, он будет, естественно, играть против Лейпцига. Потому что будет играть в стартом составе. И стартовый состав у меня, в принципе, будет играть. Итак, мы забили 4 мяча в прошлом матче против Лейпцига. Так, сможете ли мы снова одолеть? Ну, они могут учиться на своих ошибках, ответим так. Так, Ленцу много забивали. Теперь нас ждет игра с более слабой командой. Ну, вот это вот, агрессивно будет ли играть Лейпциг. Нет ничего удивительного в их уверенности. Так, ну и мы в прекрасной форме продолжим играть так же. Итак, сейчас мы идем на первом месте. Уже, в принципе, нас Манчезер Сити не догонит. Сейчас уже даже, в принципе, Лейпциг не борется за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Но будет бороться за попадание в плей-офф Лиги Европы. Если сейчас крупно нам влетит. Ну, там вряд ли Брюги обыграет Сити, заберет у них очки. Поэтому, мне кажется, тут уже от разницы мячей будет зависеть, кто все-таки попадет в Лигу Европы. Вот, лучше у нас бомбардиры там Баппе. У него 7 забитых мячей. Поэтому вот он наш стартовый состав. Здесь у нас тоже, смотрите, Донарума плюс 5. Рамос плюс 6. Маркинес плюс 5. Гуе плюс 5. Тиберрате плюс 5. У меня вся полузащита плюс 5. Ну и в атаке ни у кого, кстати, пятерочек нету. Поэтому посмотрим выездная игра. Играем мы в Германии. Лейпциг против ПСЖ. Поехали. Ну что же, Лейпциг против ПСЖ. Шестой тур Лиги Чемпионов. Сегодня мы узнаем нашего соперника по плей-оффу на стадии 1-8. Их какими сразу на Месси. Вот он наш маленький король. Еще через... Ой-ой-ой-ой-ой, какой гол от Леонеля Месси. Просто рискнул так я воробить. Еще и первый гол. В сегодняшней встрече. Но все супер. Отыграл. И хороший пас Мбаппе. На него отдают. И Кельян Мбаппе. Но тут он сам должен был забить. Потому что ему лично важно было забивать. И увеличивать свой отрыв в гонке бомбардиров в Лиге Чемпионов. Верати. Сейчас посмотрим. Мы наиграли на 5 мячей. Лейпциг не на 1. Ну что же. Лучшим игроком признан Мбаппе. У него дубль. Месси тоже получил оценку 10-0. У него гол плюс пас. Гуя дал голевую передачу. Неймар забил 1 гол. И Верати с Хакими тоже по 1-й голевой передаче. Донарума получил самую низкую оценку 6-8. Так. Приходят 2 сообщения. Бернат хотел нас поблагодарить. То, что мы отводим ему столько много времени на поле. Так. Хакими тоже ценит, что мы его выпускаем, когда он в форме. Так. Мы получили 27 миллионов 850 тысяч евро за выход в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места. Сейчас постараюсь как-нибудь так посмотреть, не запалив лично для себя своего соперника по раунду плей-офф. Так. А в принципе-то еще ничего не готово. Поэтому давайте посмотрим. Мы заняли первое место. Брюги в итоге опередили Лейпциг. Лейпциг, я там не знаю, по отчинам что ли встречам. А, Брюги вообще в ничью сыграли с Манчестер-Сити. Вот тогда. Поэтому здесь абсолютно заслуженно Брюги выходят в Лигу Европы. Наш возможный соперник это Атлетико Мадрид, может быть. Это Аякс. Интер. Бенфика. Манчестер Юнайтед. Вольсбург. И Челси. Ну, хотел бы Вольсбург, почему бы и нет. Бенфика та же. Аякс можно было. Но все. Остальных я вообще не хочу. Так, ну и сейчас посмотрим. Вроде не сейчас, да? Будет же готова все это жеребьевка. Так, Ливандовский, кстати, получил золотой мяч. Вот так вот. Все, кто ждал и всех этих, или кто и Месси, который получил золотой мяч, в итоге вот Фи-Фи Ливандовский получает. Ну что же, может сейчас уже нам извести наш соперник. Да, вообще замечательно. Атлетико Мадрид. Просил я Бенфику, Аякса и Вольсбург. В итоге Атлетико Мадрид. Наш соперник по одной восьмой лиге чемпионов. Так, ну у нас сейчас домашняя игра против Монако. Они идут на восьмой строчке. Будем играть здесь на первом составе против них. Вроде наши более-менее отдохнули все. Так, опять не самое удачное начало сезона. Так, победная серия в 17 матчах у нас. И мы одержали блестательную победу в прошлой игре над Лейпцигом именно. Ну и команда великолепно играла. Ответим так. Так, ну что же. ПСЖ против Монако. Пасмурно на стадионе. Головин. Кстати, не в составе. Не знаю, может они его продали уже. Ну, кстати, Шунин играет за Монако уже. Поехали. Итак, Парк Де Прэнс принимает матч ПСЖ против Монако. Интересно, конечно, посмотреть на эти две команды. Хоть и Монако идет сейчас как-то ниже ожидаемого на восьмом месте. Но вот тот же ПСЖ. Для них серьезный соперник во Франции. Поэтому посмотрим, получится ли у кого-то хотя бы в этом году отобрать очки у Парис Энджермен в чемпионате Франции. Неймар. Хорошая передача на Келлианом Баппе. Тот пасует на Леонеля Месси и на пустые. Все. Уже на пятой минуте ПСЖ выходит вперед. Виналдум. Неплохо. На Месси. Очень хорошо. Верати может быть забьет. Да. И Верати забивает. 13 минута 2-0. Ой, бодиашили. Это штрафной. Сейчас Леонель Месси. Это красная что ли может быть сейчас? Леусное предупреждение. Так что сейчас мы постараемся забить со штрафного за Леонеля Месси. Тем более Шунин на воротах. Ну да. У Месси лучшие показатели штрафного. Так. Выставляем вот сюда. Если забью, можно на лайфхаке разбирать этот гол. И. Да. И снова вроде Месси забил. Я не помню. Он второй уже гол со штрафного у нас забивает. Отпразднование. Не знаю с кем. Кто это вообще? Так не понимаю. Дагба что ли? Один разминается стоит. Гуе. И Вейналдум хорошая передача на Леонеля Месси. Тот забивает очередной мяч. Это вроде как хэтрик. Леонеля Месси сегодня. 45-я минута. 4-0. Пассажир громит Монако перед самым перерывом. На ускорении. И подача на дальнюю. И Леонель Месси забивает 4 мяча. Еще и головой. И все ворота Шунина. Еще и пас на Верайте. И можно на Неймара отдавать вперед. Неймар. И Баппе забивает. 79-я минута. В итоге 6-0. Пассажир переигрывает Монако. И все. Финальный свисток. Пассажир переигрывает Монако со счетом 6-0. Месси получает свой мяч. 4 удара. У него 4 гола. 100% реализация. Ну что же. Что у нас по ИГ. Мы наиграли на 8 мячей. Монако здесь так округляет. То на 2. Но в итоге у нас очень хорошо отыграла оборона сегодня. Что по оценке игрокам. Ну Месси естественно стал игроком матча. У него 4 гола плюс еще и голевая Мбаппе. Гол плюс пас. Верати забил 1 гол. Неймара дал 2 голевые передачи. Виналдума дал голевой пас. Ну и самый низкий рейтинг у Донорумы 7-0. Так что у нас все абсолютно получили оценку выше 7-ки. Так. Вакансии по работе с сборными. США и Чехия интересуются нами. Так. Риск потерять игрока. Это про Ангеля Демарию. И в Венгрии нам предлагает стать главным тренером сборной. Так. Ну давайте к центру состава. В принципе переподпишем сейчас контракты с игроками. С кем у нас там еще Мендеш. Который. Но правда он в аренде. Поэтому ладно. Летеллер. А что с ним у нас? Он заканчивает карьеру там или как? Так. А он переходит в Бормут. Понял. С Демарией обязательно надо переподписать контракт. Хоть у него и регресс уже пошел минус 2 к рейтингу. Но все равно. Пусть пока что играет. А там продадим его куда-нибудь. В любом случае у нас карьера на 1 сезон. Так. Нерегулярный. Хорошо. В принципе мы так согласны более-менее. Давайте на 1 год попробуем. Там посмотрим. Так они согласны. Мы принимаем. Ну и зарплату тоже будем понижать сейчас естественно. Так. Ну у него 160. Давайте мы 130. Попробуем предложить. И все полностью устраивает. Еще и подписной бонус небольшой. Поэтому все супер. Так. К Харби. Ну в принципе. Раз он у нас как бы числится как молодой игрок. Давайте мы его заберем. Тоже переподпишем с ним контракт. Так. Перспективный. Хорошо. Мы согласны. Так. Насколько? Я даже не знаю насколько. Давайте. Я бы на 4 подписал. Чтоб как раз к 20 годам мы уже видели. Что с ним будет у нас. Игнорируем отступные. Ну и зарплату. А я не знаю сколько. Правда. Пятерочку дадим. Много будет или мало. Обидится. Не обидится там. В принципе он выше пошел. Поэтому по рейтингу. Так что все. Их устроило это предложение. Так. Ну и Харби Сима застался. Вот этого игрока точно нам надо оставлять. Это может быть в аренды в какие-нибудь. Посмотрим. Так. Роль. Ну он перспективный пусть будет. Да. С этим согласны. Ну а насчет. Давайте на 3 года. Дадим. Как раз через 4 закончится. Там у него и возраст уже такой будет. Что с ним в принципе все будет уже понятно. Так. Ну и давайте 10 тысяч евро ему первые дадим. Все. Супер. Согласились. Так. Нам приходит сообщение от Харби. Да. Я его убрал из списка в аренду. На трансфер выставил. Но вот он думает, что я его просто убрал из трансферного списка в аренду. Но вот он не знает, что я его хочу продать. Ну что ж. Сейчас у нас последняя игра на сегодняшнем выпуске. Это матч против Лоренто. Они идут на 6 строчке. Ну и мы будем играть против них вторым составом. По списку бомбардиров, кстати. Месси, Икарди и Стерлинг. В топ-3. Просто супер. Еще им по петам почти догоняет. На 7 месте идет. Ну. Посмотрим, как отыграем мы на выезде. Поехали. Ну что же. Лорен принимает ПСЖ. В рамках чемпионата Франции. Поехали. Икарди. И отлично. Стерлинг 1-0. 34-я минута. Прям сейчас прям вколотил так. Мощно, прицельно. Супер. Анхель Демария. Все, потеря мяча пошла. Демария вроде как догоняет. И Стерлинг. Ну какие у него голы. Сейчас в одно касание просто проходят. Икарди. Замечательно разбирается. Выход 1 на 1. И. Мауэр Икарди забивает. Делает счет 3-0. Ну и все. Финальный свисток. 3-0. ПСЖ разгромил Лориент на выезде. Замечательный матч был. Так, что у нас по ИСДЖИ? Мы наиграли на 6 мячей. Лориент даже на 1 не наиграл. Но вот где-то мы не реализовали свои моменты. По оценке игроков. Лучшим стал Стерлинг. Он забил дубль. Икарди гол плюс пас. И 2 голевые отдал, кстати, Ди Марио. Хуже всех сыграл, кстати, на вас. Шасси 1 на оценку. Но там, в принципе, у него моментов возле ворот не возникало. Так, нам приходит сообщение. Так, задачи какие-то не выполняются. А какие не выполняются? Это популярность марки подписать молодого игрока. Ну, у нас пока что нет такого. Так, действительно количество побед в лиге 20. Но у нас уже 19 есть. Вот. И что у нас по молодым игрокам? Ноан Маури. Чеверлей, до свидания. Эринзой, Джилберт. Янис, Леонард. Вот этого вот убираем. Так, ну что же, у нас 1 января. У нас открывается зимнее трансферное окно. Многие покинули сейчас команду. Не знаю, там денежки сейчас придут. Мы посмотрим. Так, ежемесячный отчет. Что у нас по отчету? Так. Самый высокий рейтинг 59 у нас пока что в команде вот этих. Кстати, вот Джилберта, только мы его подписывали, у него уже потенциал упал до 80. Это сразу до свидания. Вот этого Маури тоже. Поэтому ждем. Я не знаю, кто должен был у нас. Вот этого вроде надо сейчас. План развития мы его только вот подписали. Янис и Леонардо. Пусть это у нас будет инвертированным крайним защитником. Так, и Лет Йеллер. Погинул команду, перешел он в Бормут. Ну и все. Пока что у нас сильно-то там денег и нет. Какую мы позицию там в принципе собирались укреплять. Ну, кстати, если мы сейчас переведем немножко из зарплатного бюджета там до 200. Вот так. 65 миллионов. Есть в принципе на эти деньги, можно кого-то купить. Но кого? Смотрим второй состав. Нам надо левого защитника менять, потому что... Нет, правого, да, правого. Рейтинг 77. Мы находили Трента Александра. Арнольда, но как мы понимаем, пока что мы его вряд ли купим. Ну и сейчас уже, мне кажется... Так, это Испания, Франция, Англия. Давайте... Правый защитник. Не мировой уж класс тогда, а усиление основы. По возрасту до 27. Потому что, ну, денег у нас пока что таких нет. Может, какой-нибудь действительно молодого игрока мы сейчас бы подписали. Было бы вообще супер. Так, скаут уже говорит, что всех нашел, кого мог в районе Испании. То есть, никого для усиления нам основы правого защитника под возраст. То, что там, скорее всего, Карвахаль, к примеру, как беру, не подходит. Так, вот и по Симонсу пришло предложение вот с Расбурга. Но они с правом выкупа его хотят забрать. Будем сейчас договариваться без. Да, без права они тоже согласны. Короткосрочно, да, замечательно. На полгода. Ну и по зарплате. Давайте 60 на 40, но в вашу пользу. Да, все, Страсбург согласен. Ну и Симонс, мне кажется, тоже должен был соглашаться. Потому что уровень Лига 1. Там он будет, наверное, ключевым игроком. Так, наверное, сейчас игра против Леона. Мы с ней начнем следующий выпуск. Неудача в регионе Франции. И Симонс сдан в аренду. Но, серьезно, там больше вообще никого не смогли найти. Нет, вот Канцело еще, кстати, есть как вариант. Но мне тоже на него денег не хватит. Поэтому я даже не знаю. У меня 65 миллионов всего. Поэтому я даже не знаю. Либо правый защитник и вторую задачу здесь поставить. Правый защитник. Но многообещающий какой-нибудь там. Чтобы тоже будущую звезду какую-нибудь подписать. Может быть там по рейтингу даже. Лучше будет, чем наш Дагба. В общем, посмотрим. Время у нас еще будет в следующем выпуске. Ребят, всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол. Это жена. До встречи, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok